Друзья, всем привет! С вами снова Валерий. Продолжаем тему миграционного детейна в Соединенных Штатах и миграция. Приветствую вас на своем канале. Я американец, иммиграция в США в деталях. Остановились мы на том, как мы попали в детеншн центр, что там происходит. Да, кстати, рекомендую вам очень настоятельно, перед тем, как... Ну и вообще ехать в Соединенные Штаты, пожалуйста, полечите свои зубы. У меня в детеншн центре откололся зуб. Я видел много людей, кто... Кстати, зубы там не лечат. Зубы там вырывают. Очень жестко. Я видел парня, у которого одновременно четыре зуба вырвали. Ходил там в обморок, падал от боли. Там есть анестезия, но все равно неприятно. Попали вы в детеншн центр. Конечно, вам стоит вести себя порядочно там, потому что я попал в очень неприятную ситуацию. Если вы кого-то хоть пальцем тронетесь, вот так вот пальцем коснетесь кого-то, это осалт, нападение. Человек может... Если человек не хочет, чтобы вы к нему прикасались, вы не имеете права к нему прикасаться. Все, это сразу, это карцер. Ну, там начинается с шести суток и заканчивается. Там люди по девяносто дней сидят. Это уже камера, строгий режим, душ три раза в неделю, окошко маленькое на свободу и все. Нет телефонных звонков. Звонки только раз в месяц, раз в 30 дней возможно совершить. Нет телевизора, нет библиотеки. Ну, то есть нужно быть осторожным. Вообще, на самом деле, там контингент такой, что это не федеральная тюрьма, там не уголовники сидят. Все очень достаточно с уважением друг к другу относятся. Но, правда, есть экземпляры такие, попадаются, но тем не менее. Поэтому всем рекомендую. И, на самом деле, если у вас будут негативные репорты, офицеры Айс тоже следят за этим. Кто вы и что из себя представляете, как вы себя ведете. Поэтому всем рекомендую вести себя очень порядочно. Потому что у нас в стране, если что-то не так, можешь сразу получить, как говорят у нас, в репу. Но это очень опасно. В Америке нельзя драться. Здесь нужно по-другому себя вести, порядочным человеком. Всем добра. У нас теплый день. У нас не лето, но у нас уже весна, 20 градусов, снег растаял. Сегодня, вот видите, я стою в футболке. Листьев еще на деревьях нет. Всем удачи, пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова